Друзья, привет! Сегодня поговорим, как я и обещал, сегодня поговорим про юниорский чемпионат мира, подведем его итоги. О, господи, я сказал эту банальную штуку. Извините, что в последнее время так много видосов, это скоро исправится. Сейчас будет небольшая заставка, после нее вернемся, не переключайтесь. Король? Да, как всегда, начинаешь говорить, прыгает код. Короче, очень круто было, мне понравилось неожиданно, да, что мы с вами вообще говорим про юниорский чемпионат мира. Мы вроде как и не собирались про него говорить, вот. Но сам факт игры нашей сборной, то, как она играла вообще, как-то привлек внимание. И на самом деле, те, кто смотрел финал, поднимите руки, я это делал, вот, в прямом эфире, что в наше время считается небольшим подвигом. Круто, очень классно играли с канадцами. И на самом деле, вот, мне хочется, чтобы это было главным, главной эмоцией, по крайней мере, этой выпуска. И чтобы вы как-то подзаразились этой эмоцией. Потому что главное, что нужно знать про этот турнир и про нашу сборную, что она правда была крутой. Даже в этом матче, даже в этом финале, проигранном, черт побери. Но все равно было какое-то ощущение, что все не зря. Что есть у этих пацанов будущее, тем более, что им там по 16-17 лет. И они играли очень здорово. Были финты, были моменты, были броски. Был не только настрой, было не только вот это вот стандартное наше за родину, за Сталина. Извините. Вот, было не только это. Было и мастерство, было флоу, был подача, были кепки, были розовые худи. Короче, было классно. И это я предлагаю и призываю вас оставить главные эмоции, несмотря на все то, что я скажу дальше. А дальше я скажу много неоднозначных вещей. Этот турнир доказал, что Мечков и Мирошниченко это правда большие имена. Они не одни даже в своем поколении. И даже в их поколении есть ребята, которые на каких-то отрезках смотрятся не хуже. Тот же Данила Юров, вообще мой, по сути, любимый игрок в этой команде. Почему мы не выиграли? Вот, наверное, самый главный вопрос. Почему мы при таком позитиве и при таких очень классных эмоциях, почему мы не выиграли? Ну, здесь есть такой философский ответ. Потому что невозможно выигрывать по заказу всегда. И на самом деле к поражениям нужно относиться скорее стоически. Не уверен, что здесь подходит это слово. Их надо принимать легко. Вот, особенно такие прикольные поражения. То есть, это все равно был матч 50 на 50. Мы все равно в нем могли выигрывать, несмотря на то, что в целом не выиграли по делу. Вне зависимости от результата, мы должны быть довольны этим матчем. Потому что команда показала себя, показала лицо. А это в таком возрасте, на самом деле, иногда бывает главным. Вторая часть ответа на вопрос, почему мы проиграли. На самом деле, и здесь начинаются плохие новости. И вы не относитесь к ним слишком серьезно. Это уже такие технические детали, которые хоккей сопровождают на самом деле всегда. С этой сборной связан вот какой парадокс. При всем таланте, она, как было видно в финале, оказалась не очень готова системно к тому, чтобы играть против канадцев. То есть, еще на стадии полуфинала было видно, что финны системно готовы лучше. То есть, знаете, вот эти все вещи, типа катания, сыгранности какой-то. Ответы на базовые вопросы. Ну, то есть, как мы выходим из обороны, как мы проходим среднюю зону, как мы входим в чужую, как мы расставляемся, какие приемы нам позволяют. То есть, вот этот вот весь большой очень список приемов, он у финнов даже был, а у нас уже видно было, что его не хватает. А с канадцами, как вот я в целом и боялся, эта разница стала еще больше. То есть, мы по таланту на самом деле не выступаем канадцам и в чем-то даже превосходим, как по мне. Но вот то, что они делают на автомате легко в любом состоянии, то есть, любой у них игрок делает легко и вообще на автомате, у нас, ну, не делает практически никто. Ну, то есть, у нас игроки всегда им надо придумывать, им надо изобретать, как пройти среднюю, как выйти из своей зоны. И это не позволяет играть на равных. Ну, давайте сначала все-таки как следует разгоним о наших плюсах, потому что, я говорю, как главной эмоцией от игры нашей команде на этом турнире должна остаться радость за то, что игра была именно такой. Так и я предлагаю больше фокусироваться на таланте пацанов и на том мастерстве, которое на самом деле было видно на этом турнире. Нападение сборной России на этом UCHM в какой-то момент напомнило мне отряд супергероев. Все крутые, но у каждого есть своя суперсила. Про Матвей Мечко я говорил, у него удивительный инстинкт хоккейного убийцы, но на видео я хочу показать, как легко и быстро он меняет направление движения и сводит тем самым защитников с ума. Вот кусочек из игры с финнами. Матвей получает шайбу как бы на скорости, летит прямо на ворота на защитника и потом раз, резко ставит коньки, уходит влево на большой вираж и уходит от соперника корабликом и зарабатывает фолл. Это момент из игры с Канадой. Мечко получает шайбу и уходит за ворота, на него садится защитник и Матвей резким движением разворачивается, посмотрите, за долю секунды уходит от защитника сразу метр на полтора и при этом он сразу готов атаковать и лезет на ворота, где против него фалят. Дальше Ваня Мирошниченко, тоже настырный и нацеленный на ворота парень. Про него покажу два гола, как мне кажется они дико показательные. Первый гол финнам, вот он шайба идет на защитника, финны почему-то играют пассивно, Иван пользуется этим и сближается вплотную. При этом защитник вроде бы на линии броска и Ваня убирает шайбу чуть вправо и резко, вообще незаметно бросает кистями в свободный угол. Вторая шайба финнам, перехватил, упал, быстро поднялся, увидел, что остался один перед вратарем и начал того прям убивать, как акула вообще без суеты. Вот показал ногами, уложил вратаря и руками очень ловко того обыграл, просто супер мне кажется. Два эпизода с другими игроками, не убийцами, но технарями. Вот Данила Юров разогнался в средний, уперся в двух защитников и изящным движением ушел сразу от обоих. А вот Федор Свечков принимает шайбу в средней, видит, что на него идет соперник и очень легко, изящно убирает от того шайбу одним красивым движением. Вот правда я прям предлагаю, чтобы посмотреть эти эпизоды, я надеюсь они вас впечатлили и таких эпизодов было много. И как вы видели, там не только голы, а если бы нарезать голы того же Мечкова, вообще не хватит никакого выпуска. На фоне вот этих вот действий, на фоне таких действий, у меня прям очень хорошее ощущение от этой команды и от этих игроков. Но есть момент, что, конечно, хоккей, он состоит не только из таких моментов. Я в стриме говорил, что на таких турнирах побеждает талант, но здесь в чем дело? Разницу между нашими и канадцами по таланту, конечно, канадцы добрали за счет вот системной просто готовности к любым стадиям и ситуациям в игре. И у наших было видно, что этой готовности нету. С канадцами помешало то, что эта сборная очень несистемно играла шайбы. И вот всякие важные вещи, как то, зайти в чужую зону и расставиться там, когда ты играешь в большинстве. Зайти в чужую зону и расставиться там, когда ты просто играешь в позиционной атаке, но тебе надо отыгрываться. Потому что игра сложилась так, нам бы было удобнее играть на контратаках. И мы на самом деле в атаках сходу бы разбомбили эту Канаду и как начали ее бомбить в самом начале. Но у них получилось забить, они как раз реализовали свое большинство, они сделали это очень легко. И на самом деле за 19 и за 10 секунд они две свои попытки реализовали. Вышли вперед и поставили нас в ситуацию, где нам нужно отыгрываться и заходить в чужую зону, взламывать автобус, который они выстраивают. А этого у нас уже не получилось. То есть вот это умение, его нам не хватило. Нам не хватило тех вещей, которые отрабатываются, которые нормально прорабатываются на тренировках, которые просто расписываются, что вот ты бежишь туда, ты входишь туда и вот так мы будем все это взламывать. Вот этого нам не хватило. Я не очень понимаю, на каком этапе нам этого не хватило. Может быть это чисто тренерская штука, может быть тренерская недоработка. Но если так брать дистанцию в последние лет 20-15, наши сборные так в целом стабильно проигрывают канадцам. Полуфинал 2017 года Россия и Канада, где по составу были примерно равные команды, но где за канадцев как раз сыграла вот эта вот их поставленная механика. А у нас ее просто не было. Причем у нас там Кузнецов, Кучеров, Панарин, Гусев и вообще все на свете игроки. Но даже этому нашему составу не хватало очень много простых в целом вещей. Поэтому удивляться, что их не хватает нашей юниорке, нашей юниорской сборной, ну тоже особо нечего. Да, у нас вот не хватает. У нас этих вещей не хватает, а тренеров, которые готовы ситуативно исправить, ну у нас тоже нет. Системные проблемы нашей сборной, я бы даже сказал нашей школы, я покажу в сравнении даже не с канадцами, а с финнами, которые системно прогрессируют уже вообще не первый год. Вот что касается входа в чужую зону и позиционной атаки. Смотрите, как это делали финны. Шайба в средней, диагональ, нападающий разгоняется, сразу идет на ворота, передача на пятак, там не получилось, и следует скидка на синюю линию. И все, позиционная атака началась, все расставились. Смотрим наших, причем в большинстве. В средней зоне шайба Мечков, красиво оставляет партнеру, тот вроде бы быстро входит в чужую зону, идет по центру на ворота и сразу готовится бросать из толпы, но его блокируют. Отбор и шайба выходит из зоны. В целом, вот так выглядело все наше большинство в финале. А вот четкая иллюстрация нашей игры в позиционном нападении. Шайба у защитников, брос, попала в судью, наш подбор. И посмотрите, по картинке сразу видно, что мы втроем атакуем против пятерых канадцев. И дальше видно, что это не просто так совпало, а правда, трое нападающих долго играет против целой пятерки. Вот защитник мелькает в кадре, но ему шайбу не отдают. Борьба и все, шайба выходит из зоны. Вот таким было наше позиционное нападение в финале. И тренер этой сборной Альберт Лещев будет работать на взрослом чемпионате мира, чтобы вы понимали. Ну, то есть проблемы есть, и на мой взгляд проблемы серьезные. Я бы на самом деле хотел обсуждения этих проблем, а не просто заявления о том, что посмотрите, мы второй раз завоевались в серебро, программа «Красная машина» работает, и все у нас будет хорошо. Я бы хотел обсуждения этих проблем, и в целом я уже смирился к тому, что наша команда на всех уровнях так играет. У нас так и будет разваться, что мы как от Квебека к Вебеку будем во всех смыслах жить, и юниорская сборная не выиграла уже, получается, 15 лет. Ну вот, мы ждем своего Квебека на этом уровне. Главной эмоцией должна остаться такая вера вот в это поколение. Оно нам себя показало, оно показало, что готово сражаться в том числе и за золото на молодежном чемпионате мира, да и юниорский чемпионат мира в следующем году тоже будет. По идее, отсюда будет несколько ребят, вот это тоже будет интересно. Это я и предлагаю сделать к выводам всего этого юниорского чемпионата мира. У нас крутая команда, у нас есть крутые игроки, и нам еще за ними можно несколько лет последить до того момента, как они дойдут до молодежного чемпионата мира, где, как мы надеемся, они все-таки возьмут золото. У меня на этом все, подписывайтесь, давайте здесь делаем паузу, не спешите, подпишитесь на канал, поставьте лайк этому видео, нажмите колокольчик, это все помогает продвигать, вот вы не поверите, вы над мной смеетесь, что я это говорю, а это все на самом деле помогает продвигать видео и развивать канал, и делать его мощнее. Меня зовут Никита Петухов, увидимся в следующем видео, пока! Субтитры сделал DimaTorzok